В Петербурге в музее городской скульптуры открылась экспозиция «Прикоснись к прекрасному». В миниатюре выполнены знаменитые икони с Аничкова моста, памятник Екатерине II возле Александринского театра, медный всадник и другие городские монументы. В этом музее нет табличек, руками не трогать. Экспонаты здесь рассматривают, приблизившись к ним вплотную и ощупывают пальцами. В небольшом зале около десятка моделей памятников, расположенных в исторической части Петербурга вдоль Невского проспекта. Они так привычны обычным людям, но абсолютно незнакомы тем, кто не может окинуть их взглядом. Модели изготавливали студенты художественно-промышленной академии имени Штиглица. Сначала делали копии из глины, затем показывали их методистам, работающим со слепыми людьми. И только потом модели отливали в бронзе. Одновременно с этим в музее готовили экскурсоводов для работы с незрячими посетителями. Их обучали рассказывать о памятниках с использованием образов, понятных незрячим. К примеру, говоря о высоте, сравнивать ее с количеством этажей в доме. Или предлагать посетителям принять позу памятника, чтобы буквально прочувствовать ее. То, что их скульптура понятна незрячим, самое важное для авторов, принявших участие в проекте. Среди первых посетителей музея есть даже художники. Андрей Савочкин, хоть у него и остался всего один процент зрения, рисует картины пластилином, изобретенным им самим методом. Для него этот музей — воспоминания о юности. Пока тактильный музей занимает один зал, но в будущем экспозицию планируют расширить. Экскурсии уже пользуются спросом и у петербуржцев, и у российских иностранных туристов. Надежда Гусарова, Антон Михайлов. Новости культуры. Санкт-Петербург.